Кажется, что это только в сериалах. Девушку могут против воли выдать замуж за неприятного ей мужчину. Однако такие истории существуют и в реальной жизни. Насильственные браки встречаются в Южной и Восточной Азии, а также Африке. Такой брак не нужно путать с браком по договоренности. Одно дело, когда родители невесты договариваются с родителями жениха о браке их детей. Да, невесты тоже выходят замуж чаще всего за незнакомого человека. Но свадьба проходит мирно. Но до сих пор в странах третьего мира распространены похищения невест. В этом случае девушку просто средь бела дня похищает жених или его родственники. Если девушка проведет в доме жениха хотя бы одну ночь, пусть даже в отдельной комнате, то ей придется выйти за него замуж, чтобы избежать позора. Ее же родные посоветуют ей согласиться на замужество. А то о семье станут плохо говорить, замуж не выйдут ее сестры, не женятся братья. Да и сама она, бедняжка, будет коротать дни в одиночестве. Кому она такая порченная нужна? В Пакистане не все семьи исповедуют ислам. Есть христиане и иудеи. Когда девушку из христианской семьи крадут, то ее могут принудить выйти замуж за какого-нибудь старика и принять ислам. Местные даже провели исследование, чтобы выявить, какой процент женского населения Пакистана оказывается в такой ситуации. Согласно полученным результатам, каждый год около тысячи девушек из христианских семей обращаются в ислам. Их родители потом ничего не могут с этим сделать. Похититель в суде заявляет, что его молодая жена сама решила принять ислам и выйти за него замуж. А родители хотят ее вернуть. Вот и ходят по судам. Судьи верят мужу и закрывают дело. Правозащитники заявляют журналистам, что сильно возмущены происходящим в Пакистане. Ведь это не только дискриминация женщин, но и дискриминация других религий. Однако пока правозащитники ничего существенного сделать не могут с этой ситуацией. В очень редких случаях судья действительно разбирается в этом деле. Если жертва выигрывает суд и добивается того, чтобы ее обидчика посадили, то ее участь еще более незавидная. Ведь родственники мужчины будут до конца жизни мстить девушке и ее семье. В результате от семьи жертвы могут просто избавиться. Существует еще один вид брака по принуждению. В некоторых случаях девушку отдают замуж в качестве компенсации. Например, две влиятельные семьи серьезно повздорили. И чтобы мирно решить конфликт, они просто устраивают свадьбу своих детей. Или родители отдают свою дочь, пусть даже она этого совсем не хочет. Насильственные браки совершаются не только в Пакистане, но и в Нигерии, и в Афганистане. Девушек также похищают и выдают замуж. В Кыргызстане масштабы этой трагедии не настолько велики, как в Пакистане. А международным организациям вмешиваться в это не дают. Чинят преграды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова